Привет, я Ира, вы на канале Оставайтесь в креслах, и это вторая часть майского влога отдыха и релакса. В прошлый раз мы с вами расстались примерно здесь, в Екатеринбургской гостинице Чехов, где я рассказывала про первую часть прочитанной книги «Мой год отдыха и релакса» от Эссы Мошфек. А затем я собиралась на йога-ретрит в Сесерть и предполагала, что там мне читать не доведется. И, в общем-то, я была права, потому что в Сесерте мы два раза в день по два часа занимались йогой, потом у нас были трехчасовые прогулки по Сесерте и окрестностям, и, конечно, мне уже было не до чтения. Кстати говоря, Сесерть – красивый уральский городок, родина Павла Петровича Бажова, а здесь он рос, здесь на заводе, куда мы тоже сходили на экскурсию, работал его отец, так что сосердские места встречаются как в его сказах, так и в его воспоминаниях. Если вам интересно про это чуть больше и подробнее посмотреть, отправлю вас на свой некнижный канал, где я выпустила влог из путешествия по Сесерте. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео, и, кроме того, она уже давно есть в анонсе в разделе «Сообщество». Здесь вот, видите, такая облагороженная территория, даже есть буккроссинг, потому что у них летом проходит такой хипстерский фестиваль «Лето на заводе». И на краудфандинг собран, в общем, на деньги, собранные от людей, открыт вот такой вот музей завода. И тоже здесь интересные такие штуки можно увидеть. Также мы прогулялись по парку «Бажовские места», сходили на старинный тальковый карьер «Тальков камень», очень красивое тоже место, заглянули в Сесердский чайный дом, где продавалась продукция Сесердского фарфорового завода. Так что надо не забыть обязательно показать сувенир, который я там купила. И вот это уже Екатеринбург. На обратном пути я немного прогулялась по Харитоновскому парку и на электричке отправилась в Тюмень. В пути я как раз и дочитала книгу от Эссы Мошфик, о которой я расскажу сегодня. Из нового места, куда мы отправились почти сразу после того, как я вернусь из Екатеринбурга. Это называется «Глэмпинг моря леса» под Тюменью. Глэмпинг – гламурный кемпинг, стало быть. Мы там были очень недолго, и хотя я взяла с собой книгу Синрин Йоку про лесные ванны, я ее не читала. Так что мой главный вклад в этот влог – рассказ о книге от Эссы Мошфик, которую я дочитала в электричке. Привет, я с вами этот книжный разговор продолжаю уже из другого места. Я вернулась в Тюмень, и теперь на свой день рождения приехали мы с мужем в такое очень классное место, такой кемпинг, цивилизованный кемпинг, который называется «Море леса» под Тюменью. Место оказалось вообще чудесное. Тут такое озеро прекрасное, гладкое. Ночью звезды в нем отражаются. И утром, и ночью птицы самые разные сменяют друг друга. Только что я видела бурундука. И за всеми этими впечатлениями я, конечно, подзабыла, может быть, какие-то самые любопытные или острые моменты, связанные с книгой от Эссы Мошфик «Мой год отдыха и релакса». Но чтобы этот… То есть я, наверное, подробнее про эту книгу расскажу в прочитанном. Но чтобы закруглить этот влог, я пару слов скажу о том, как я ее дочитала. В первую часть пути я прочитала почти ровно половину книги. И вторую половину книги дочитывала уже в обратной электричке. Казалось бы, рандомным образом разделилась эта книга на части для меня, но очень четко разнилось мое отношение к тому, что я читаю. И я-то даже не могу в точности утверждать, что изменилась книга или я во второй половине. В общем, если первая половина казалась мне очень правдоподобной, такой реалистичной, очень больной, и понятной, то во второй половине там уже какой-то был гротеск, что-то такое уже неверо… Какие-то стали вещи происходить, не совсем укладывающиеся в ту схему, которую я для себя создала в голове, в тот диагноз, который я героине поставила. Вот. И кончается вообще фантастично… фантастичным хэппи-эндом, можно сказать, в каком-то смысле. Привет. А я снимаю видео. Понятно. Хочешь в моем видео оказаться? Нет, спасибо. Ну, может, на минутку зайдешь, как приглашенная звезда. Поздороваешься? Так, нет, 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 это не шатай, тут свалится. Если камера, то будет вообще кирдык. Вот сюда вот. Понятно. Туда вот. Там совсем с краешкой. Чуть-чуть сюда подвинься еще. Твоя мама тоже смотрит мой видеоблог? Она посмотрит, скажет. О, Давид, знакомый человек, любимый. Хочешь маме передать привет? Или бабушке? Бабушка тоже смотрит. Понятно? Это вам, мама с бабушкой. Привет от Давида. Давид сегодня ночевал в палатке. Вчера он выловил, сколько ты, три или четыре рыбы поймал? Три или четыре окуня. Он оказался самым плодовитым рыбаком среди нас. Больше. Ты больше, чем два поймал. Ты точно три поймал. А может и больше. Я одного окуня поймала. И Витя поймал одного. Итого пять. Потом что мы еще делали вчера? Сосиски на палочках жарили. И маршмеллоу. И маршмеллоу на палочках жарили. А сегодня что вы будете делать? Не знаю. Кататься на катамаране? Возможно. Возможно на катамаране. Ну я не знаю. Или на сапборде. А это эти палочки? Это доски, на которых Антон вчера катался. Да, да, да. Я видел, как он катался. И упал в воду, да? Как упал в воду, я не видел. Ну зато мокрый потом пришел, все сразу его увидели. Да. Ну ладно. А он тоже к костру пришел, да? Да, греться потом пришел мокрый. Я помню этот момент. Я не видела его, когда он падал и когда он был мокрый. Ну к костру, он мокрый пришел. Вот я тогда и увидела, что он мокрый весь. Понял. Так, ну что? Даже борода? Даже, наверное, борода тоже была, конечно. А волосы уж точно. Так, ну ладно, я продолжаю свое видео, да? Пока. Встретимся попозже. В общем, там в какой-то момент звучит такая драматичная линия, связанная с 11 сентября, потому что изначально действие книги происходит в 2000 году и переходит в 2001. Вот. И там все время такие мелькают намеки на будущую трагедию. которая затрагивает вроде бы героиню, но так по касательной. Вот. А в конечном итоге кончается все хорошо, как пишут. Да не может такого быть, что героиня переставила мебель в комнате и избавилась от депрессии. Ну, по-моему, там не совсем так все происходит. Она, конечно, не просто в комнате вещи переставила. Она попыталась полностью обнулить свою жизнь. Ну вот, насколько это реально? Насколько это правдоподобно? А не наркотическая фантасмагория? Это я для себя еще, в общем, не решила. В целом, эта книга мне была интересна до конца. И она мне понравилась, как какая-то такая очень больная, проблемная история про современную женщину. Про женщину в современной цивилизации, в самом сердце капитализма. Спасибо. И она у меня как-то прочиталась в одном месяце с человеком комбини Саяко Мурата и показалась очень созвучной. Это такие небольшие цветные книжки про женщин из высокоразвитых современных стран, Япония и США, которым свойственна как определенного рода маргинальность. Одна из них богатая и красивая и успешная, другая невзрачная и слишком странная. Но в конечном итоге они обе очень странные. Они обе не вписываются в картину мира, которая им предложена. Они обе каким-то противостоят готовым убеждениям о том, как человек должен жить, как женщина должна жить. Ну, просто так было интересно. Они обе наши современницы. Да? Скажи, пожалуйста, еще, как все донки называют? Сап-борд. Сап. Или просто сап. Как суп, только сап. Сап-борд. Да, сап-борд. Бывает скейтборд, а это сап-борд. Ага. Ну, в общем, это такие предложения посмотреть на... А я буду его назвать водяной скейтборд. Хорошо. Ну, ты давай тогда тихонько, мне не встревай в это видео. Я его сейчас допишу и потом поболтай, если захочешь. В общем, мне понравилось, что мне зарифмовались эти две женские истории. И они мне были одинаково интересны и любопытны, но в то же время сказать, что это... Это такой маленький бурундучок тут бегает. И я не могу сказать, что это однозначные какие-то шедевры, там, классика, что-то такое, что должен прочитать каждый, потому что я вижу там такие какие-то спорные моменты. Это не те книги, которые я бы стала всем кидаться и кричать, давайте читайте эти книги. Однако это определенно очень любопытное такое чтение, дающее портрет женщины с разных ракурсов. Я параллельно с этим еще читаю, слушаю «Невидимые женщины». И до того мне эта книга показалась злободневной, что я даже решила купить себе бумажную копию, просто чтобы иметь под рукой справку или какие-то вот факты, потому что там очень много приводится разных фактов из разных областей, которые доказывают, что практически во всех областях современной жизни не учитывается разность между мужчинами и женщинами. Разность в размерах, разность в физиологии, разность в распределении силы там в теле, например, разность в образе жизни, в гормональной структуре и так далее. И традиционно считалось, что человек – это мужчина, что мужчина – это универсальный образец человека, и поэтому многие эксперименты, например, связанные с лекарствами, проводятся только на мужских клетках. В общем, вся эта женская тема, я тут упоминала в своих книжных, что женская тема как-то меня так или иначе затрагивает. Я не то чтобы целенаправленно ищу таких книг, но когда они мне попадаются, я с интересом за них берусь. И вот когда я «Невидимых женщин» читала, в какой-то момент у меня слезы наворачивали на глаза, потому что я понимала, что я сама привыкла. То есть мне не надо производить революцию среди других людей, среди других женщин или среди мужчин, потому что я сама привыкла к мысли, что мужчина – это универсальный образец человека. И к тому, что ценности и достоинства человека тоже ориентируются, исходя из каких-то чисто мужских качеств, достиженчества, например, связанных с экономической компетентностью, что ли. В общем, ладно, это я тоже расскажу в прочитанном. Пока. Очень рада с вами здесь поздороваться и попрощаться. Встретимся в новых выпусках. Надеюсь, вам понравился этот совмещенный влог. У меня такой насыщенный. Начало мая получилось супер каникулы весенние. Это мое лучшее время года. Кстати, сегодня мой день рождения. Ну вот. Спасибо, что провели это время со мной. Встретимся в новых выпусках. Пока. Человеческое ухо наиболее чувствительное к звукам с частотой 2500-3500 Гц. Птичье пение находится как раз в этом частотном диапазоне. Возможно, это объясняет, почему в щебетании птиц нам слышится музыка. Звуки, которые мы слышим в лесу, снимают груз умственной усталости и одаряют нас внутренней тишиной, необходимой для размышлений. Практикуя синрин-йоку, мы можем ощутить умиротворение и безмятежность, которыми всегда славилась Япония. Для начала сбавьте обороты. Сосредоточьтесь на дыхании. Слушайте все стороны света. Закройте глаза, чтобы обострить восприятие звука. Чуть не забыла показать сувениры. Я подарила уже две чашечки, но здесь вот характерный такой сосердский заварочный чайник. Уральские жительницы мне рассказали, что у их мам и бабушек были чайники такой формы. Похожи на самовар и заварочный чайник, который на него ставили. Здесь вот написано сосердь. Это первый сувенир, который я ухватила, не надеясь встретить в другой сувенирной лавке. В гостинице Горки. Там я такое прикупила. Дальше мы посетили местную кофейню, а также общественный туалет. Третье место, вообще место для мастер-классов. И также место, где можно купить сувениры и обменять книги. И там, решив, что это большая удача увидеть еще какие-то сувениры, я решила купить чайную пару. Из того, что было, выбрала тоже характерный сосердский узор. Такой называется малахитовая лента. Поскольку на Урале малахит добывают, в том числе его добывали в Сесерте. Сейчас этого не происходит. Говорят, малахит на Урале весь, который на ярмарках продается, его привозят из Африки. Но характерный этот рисунок малахитовый, местная гордость. И вот эта золотая роспись. Тоже, видите, такая характерная штука местных мастеров. И белочка. Видите, даже синяя белочка. Но вот это вот блюдце очень, ой, как столовские такие, тяжелое. А чашечка легкая, настоящий такой тоненький фарфор. А в третьем месте, в чайном доме, я купила две чашечки, именно сосердские. Расписанные золотыми цветочками и тоже очень характерными, красивыми такими цветами. Их я подарила и взяла еще вот такое блюдце. Сначала я его просто схватила за то, что оно красивое. И уже потом сообразила, что блюдце, во-первых, такое тяжеленькое и без клейма. Я даже не знаю. Там были английские пиалы, расписанные местными мастерами. Поэтому я уже допускаю все. И вот здесь вот явно с гжелью какие-то ассоциации, но в то же время видна рука, мне кажется, сосердских мастеров. Вот эта их любовь к золоту и к меленьким маленьким золотым цветочкам отличает, как я поняла, сосердскую роспись. Вот такие сувениры. Ну и, конечно, в чайном доме была очень вкусная выпечка, в том числе такой специалитет, черемуховые слойки. Так что, если будете в тех местах, рекомендую попробовать. Ну и по традиции устроим чаепитие. Это чай «Персидские сказки» от Лены с канала Ван Сапона Тайм. Сейчас мы его откроем. Это зеленый чай, ароматизированный лебестками розы, василька, сушеной вишней. Вот такой красивый. Забыла ложку взять, уже мне лень возвращаться. Поэтому вручную. Пока заваривается, сходим за сладостями. Я люблю сахарное печенье с вареньем и натертым верхним слоем. Но это, правда, магазинное. Кстати, единственная такая недоработка этого чайника, делающего его типично сувенирным, это то, что у вот этой крышечки нету язычков, которые бы удерживали ее при наклоне. Поэтому я предпочитаю наливать без крышечки вообще или просто придерживая второй рукой, которой я сейчас камеру держу. Ну что, приятного мне чаепития. Встретимся в новых выпусках. Пока.